В последнем сегменте данной лекции мы обсудим основы синтекса C++. Поговорим об основных конструкциях, которые потребуются нам в ближайшее время. Как мы уже говорили, C++ является строго типизированным языком программирования. Это значит, что у каждой сущности, то есть у каждого выражения, у каждой перемены есть некоторый тип. Давайте обсудим встроенные типы C++. Наиболее часто используемая группа типа C++ это целочисленные типы, типы, которые умеют хранить целые значения. Самый маленький тип из этой группы это тип char, размер которого соответствует минимальной адресуемой ячейке. Обычно это 1 байт. Основное применение типа char — хранение символьных данных, так как 1 байт соответствует одному символу, то строке соответствует просто набор символов типа char. Следующие три типа являются производными от типа int. Это short int, int и long int. Про размер этих типов в стандарте ничего не сказано, однако указано, что размер типа short должен быть меньше, чем размер типа int, и должен быть меньше, чем размер типа long int. Это означает, что в зависимости от настроек вашего компилятора, от вашей операционной системы, от архитектуры вашего процессора, эти типы могут занимать различное число байта. В большинстве настольных систем тип int внимает 4 байта. По умолчанию силочисленные типы умеют хранить как положительные, так и отрицательные значения. В этом случае множество представимых значений числа численного типа вычисляются по следующей формуле. Минимальное значение это минус 2 в степени n минус 1, где n это число бит, а максимальное это 2 в степени n минус 1 минус 1. Такая асимметрия происходит из-за того, что в положительные значения записывается 0. В положительные значения неотрезательные значения записывается 0. Давайте посмотрим, что это означает для, например, типа char. Тип char представляется одним байтом, значит это 8 бит. Означает, что минимальное представимое значение типа char это 2 в степени 7 минус 2 в степени 7, то есть минус 128. А максимальное представимое значение это 2 в степени 7 минус 1, то есть 127. Для типа int это будет означать минус 2 в степени 31 до 2 в степени 31 минус 1. При помощи специального модификатора unsigned можно из типа со знаком сделать тип без знака. В этом случае множество возможных значений изменится и для типа char это будет соответствовать, например, от 0 до 255, а для типа int, соответственно, это будет от 0 до 2 в 32 минус 1. То есть размер представимого положительного числа увеличится вдвое. Наряду с отчисленными значениями в C++ можно хранить значения с плавающей точкой, представление вещественных чисел. В C++ есть два таких типа, это тип float и тип double. Типы отличаются по размеру в два раза. Float занимает 4 байта, double занимает 8 байт. И, соответственно, во столько же раз они отличаются по точности. Float хранит 7 значащих десятичных цифр, а double хранит 15 значащих десятичных цифр. На практике в большинстве случаев разумно использовать тип double, так как погрешность при его использовании будет значительно меньше. Тип float обычно используют в тех случаях, когда нужно значительно сэкономить по памяти. Например, если мы храним массив из миллиардов вещественных чисел, то для нас уже имеет значение. Размер 4 это байта или 8 байта. Во всех оставшихся расчетах разумно использовать double. Кроме типов для хранения чисел, есть специальный тип, который умеет хранить логические значения. Это значения типа ложь или истина. Логические типы данных обычно используются в условных выражениях. И кроме этого, есть еще специальный пустой тип, тип void, который не хранит никакого значения и используется в тех случаях, когда тип указать надо, но никакого значения нет. Например, если функция возвращает, не возвращает значение, тогда указывается тип void. Продолжение следует... Продолжение следует...